Крутой, да? Рассказай, где взял? Во! Ну смотри, заходишь на кейс.мани, тут тебе и обменник, и торговая площадка. Выбрал, нажал, получил. Удачи, братан! Мы разыгрываем в наших социальных сетях более 70 уникальных скинов в месяц. Выводи свои скины и баланс в криптовалюту или через популярные платежные системы. Будь уникальным, используй промокод и выигрывай прямо сейчас. Итак, друзья, всем привет! С вами студия КСЛ-ТВ. На смену Игоря Сопова приходит Юрий Стрек-Терещенко. Ну и для вас будет комментировать зарубу героев против Red Reserve. Карта интересная. Первая карта интересная максимально. Это карта нюк. Это выбор датского коллектива. Red Reserve, в свою очередь, забрали карту оверпасс. Ну и третьей решающей, если до нее дело дойдет, будет второй дедаст. Ножи за шведами. С большой вероятностью Red Reserve будут выбирать сторону контртеррористов. Но герои должны на своей-то локации показать, что не наесть сильную атаку. Было бы неплохо посмотреть, что по коэффициентам от нашего партнера ЕГБ. Ну, видно, что здесь датчане GGB, да? GGB. У нас не очень-то и, скажем, выглядят фавориты. Но где-то вот, если в соотношении процентном, как по мне, это 60 на 40, ну максимум 65 на 35. 1,47 на героиков, 2,54 на команду Red Reserve. Кстати, что, наверное, нас ждет в дальнейшем, с кем будет играть победитель этой пары, а встретится он с командой Spirit, которая сегодня обыграла OptiGaming. Ну, достаточно интересный и непростой соперник ожидает победителя этой пары. Итак, пистолетный раунд. Аркада рампы в исполнении героек. Пятерка датского коллектива отправляется как раз-таки на эту позицию. Ну и, собственно, уже есть некий успех. Неплохо раздемажили драки на 14%. Да и, ну, как-то, как-то без сопротивления шведы в этом раунде пока что проигрывают пистолетку. Нижний плент занимает датская команда. Гомбу установили. Хампус. Еще один швед, который отправляется наблюдать за действиями своих тиммейтов. Дракен за ним. Расти последний. 1 в 4. Ну, такой-то пистолетный раунд уже не спасти. Позиция. Расти. О, это был провал. Спрыгнул винты. И тут внезапно решил превратиться в Джеймс Бонда. Накручивал или скручивал глушитель. Все это закончилось моментальным хедшотом от игрока команды. Героек 1-0. Датчане на своей карте повели. Пистолетка была более чем уверенная. Ну и теперь шведы должны показать нам какой-то вменяемый. Вменяемый, еще раз повторюсь. Форсированный раунд. 4 дигла. Скаут с Дракена. Кракс не покупает армор. Интересное решение. Все тиммейты потратились практически под ноль. Ну вот, Гракс решил сэкономить. Интересно. Интересно. Начало, опять-таки же, не самое лучшее. Снайпер команды. Он же Дракен уже погибает. Скаут не сработал. Не сумел Дракен его реализовать. Ну и, собственно, какие-то не до конца внятные поджимы со стороны Red Reserve заканчиваются полным провалом. Хампус и Гракс вдвоем против четверых. Красный Хампус. Сейва позиции известна, но вот Гракс попытается подсейвить тиммейта и забрать одного из игроков команды героек. Ну, это красиво. Это красиво. Есть вариант, конечно же, сохранить Деглы. Хампусу было вообще неплохо сохранить. Арморчик. Кстати, обратите внимание, героек пока что не торопятся устанавливать бомбу. С расчетом как раз-таки на то, чтобы, наверное, добить оставшихся шведских игроков. Кстати, непосредственно с вами могу вести интерактивы и периодически, поглядывая в чат Твича, отвечать на ваши вопросы. Можем сразу же начать с того, за кого здесь больше болеть, кто на кого ставил, кто верит в датчан, кто верит в шведов. Шведы уже, кстати, удивляли в этой квалификации. Ну и, собственно, могут продолжить это делать. Еще раз чатику огромный привет. Мы наблюдаем за очередным квалификационным раундом к турниру, который пройдет в Китае этой весной. И это будет действительно круто. 500 тысяч долларов призовой фунт. Что стоит отметить, через квалификацию, через весь этот год пройдет всего-навсего одна команда, которая удостоится отправиться в Китай и представить себя во всей красе. Это будет сложно. Это будет очень сложно. Итак, еще один экономический раунд для Red Reserve. Хампус сохранил дигл, сохранил легкий армор. Есть у него флешечка в этом раунде. Но ведь тиммейты аккуратно, но все же докупают пистолеты. Еще два дигла. Один по 250. Дракен собирает на снайперскую винтовку, поэтому в этом раунде инвестировать в пистолеты не решился. Точно такое же уверенное начало. Проход по улице. Пока что все под контролем команды героек. Дракен спалился в коктейле Молотова. Все это было слышно. Ну и Фредди последний. А Силен спокойно его закрывает. Нельзя сказать, что на экономических раундах славно поработали шведы. Всего-то навсего три минуса. Ну, какой-никакой, но все же показатель. Итак, Дракен, давай, покупай. 5600. Снайперская винтовка, легкий армор и флешечка. Это то, что должен купить шведский снайпер. Но пока что ограничивался АВП. Ну, все так, как и было прописано доктором. 4 амки у тиммейтов. По раскидке все скромно, но вроде бы более чем достаточно, чтобы грамотно обороняться. Запускают датчане одного на нижний плент. И это сюрприз для Дракена. Вот это подарочек. Дракен, скорее всего, не получил необходимую информацию от тиммейтов. И увидеть здесь игрока команды героев никак не ожидал. Ответ от Расти. Забрал, наверное, одного из самых именитых и титулованных игроков команды героев. Это Адам Фрайберг. Игрок забирает осиленно. И уже большинство для Red Reserve. Это то, что должно было шведов вывести в некую зону комфорта. Но все же после минуса от Мерца дела обстоят не так уже хорошо. Правда, две снайперские вантовки в атаке — это не лучшее решение. Но все же, с учетом количества здоровья игроков команды героев, это оружие может сыграть свою важную роль. Расти очередной важный минус. Забирает АК-47. Ну и вот теперь как из этой ситуации будут выкручиваться снайперы. Давайте смотреть, кто это у нас с ником МММ. М-М-М. Мы сейчас попытаемся определить. Кстати, для него это уже второй минус в раунде. Забирает Фредди Би. Два в два ситуации. И знаете, если снайперы шикарно отработают, а Мерц пытается действовать максимально непредсказуемо, сближается. Но это провал. Расти Хампус по минусу. Вот и первый раунд для команды Red Reserve. Моди. Конечно же Моди. Швед Моди. Это наш старый друг Моди. Так, Юр, только КС кастишь. Ну, кстати, кстати, да. Заметил, что узкопрофильный перед вами стоит или сидит, или находится где-то в своей студии специалист, который комментирует непосредственно одну дисциплину. Призывали меня быть ведущим на квалификации к Интернешнлу в студии аналитики. Это, конечно же, Дота 2. Ну, интересный опыт, интересный опыт. Тем более, вроде бы в этой игре также что-то понимаю. Итак, быстрый выход на плент. Пока что хорошие размены для команды героев. Фредди Би. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это было лишнее. И теперь уже ситуация кардинально изменилась. В раунде три игрока находятся на верхнем пленте. По количеству здоровья все очень плохо у героев. Но есть хорошие новости. Выбивать все это дело будут снайперы. Дракен и Хампус. Выкуривает Хампус. С коктейлем Молотова товарища Моди. Ну, тут же получает по голове. Дракен последний. В пристройке выйти здесь будет достаточно сложно. Дракен пока что не топает. А вот это было не самое лучшее действие, которое мог оформить Дракен. Пока что снайпер команды Red Reserve, ну, скажем так, не блещет. 0-1-5. И именно Дракена шведскому коллективу не хватает. Еще одна форсированная закупка от шведов. Четыре деглация Зэшка. Есть арморы, есть два ДМА, есть одна флешка. Ну, и постараются хотя бы в этом раунде сделать что-то полезное. Как минимум, навредить экономике соперника. Ведь герои, ну, пока что шатко набирают денежное состояние. Теряют много игроков в оружейных раундах. Проигрывали в позапрошлом. Ну, и, собственно, находятся на волоске от экономического краха. Это шведы понимают и попытаются в очередной раз, ну, скажем так, не дать стабилизироваться экономике соперника. Что делают героики? Ну, ждут всевозможной агрессии. Ну, как видим, Red Reserve в этом раунде агрессировать не собираются. Рассчитывают на контактные перестрелки, которые должны будут инициировать именно игроки датского коллектива. Так, ставлю ли я ставки? Ну, если и ставлю, то только на GGBet. На самом деле, делаю это очень редко. И, ну, больше привержен именно ван-игр. В онлайне все очень непредсказуемо. Итак, экономический раунд для героек пока что проходит без каких-либо проблем. Гракс последний против пятерых. Есть красный Асилен. И, по сути, это тот самый шанс сделать минус. Но над головой Гракса находится Асилен, но не проверил. Не проверил. Не мог предсказать действия товарища Асилена и увидеть его в такой непредсказуемой позиции. Тем более, Асилен там оказался без какого-либо топота. Итак, 5-1 мощно героек начинают на своей карте. Все-таки Нюк выбирали именно они и должны подтверждать статус того самого фаворита матча. Теперь полный экономический отред резерв. Только и спи-тактиков в этом раунде особо шведы не тратятся. Ну, и будут, опять-таки же, пытаться вредить экономике команды героек. Не видимы каких-то, ну, хороших, продуманных экономических раундов в исполнении шведского коллектива. Но, опять-таки же, эта карта соперника, возможно, на своей настрад резерв будут удивлять. В этом пока что не удивляет. В этом пока что не удивляет. Троих потеряли. При этом все три минуса сделал Моди. Изрядно швед подфармил в этом моменте. Плюс практически две тысячи долларов. Это всегда приятно, если быть точным. Да ладно, да ладно. С пристройки Гракс накрепил Моди. Моди долго пытался понять, откуда это происходит. Но все же погибает швед. Но дальше, опять-таки же, все под контролем. Осилен. И, если я не ошибаюсь, это и стэк. Делают по минусу и оформляют счет 6-1. Ну что, Дракен. Дракен, Дракен, Дракен. Дракен любит этот парень конфликтовать. Неоднократно у него были перестрелки с СНГ-игроками. Перепалки, перестрелки, как хотите называйте. Но вот на деле Дракен пока что не радует. 0-1-7 статистика. И снайперу команды хотя бы за один минус зацепится. Представьте, от человека, по сути, должен исходить огромный импакт. Которого мы пока что не видим. Его просто выключают. И он пока что абсолютно бесполезен. Итак, Дракен. Вот ему замечает соперника. Фредди Би также делает минус. Вот здесь погрешность со стороны героек. Наверное, был небольшой просвет, которым шведы воспользовались просто идеально. 3 в 5 ситуация. Вот он, реальный шанс забрать второй раунд. Тем более, здесь произошло маленькое чудо. Наш друг Дракен наконец-то убивает. Итак, Фредди Би заметил из тега и спокойно его забрал. Выбил бомбу. Огромная порция информации для команды Red Reserve. Моди ворвался наверх, не забрал Хампуса. Но дальше Расти его похоронил. Последний осилен на нижнем планте. Но опять-таки же, все вы прекрасно понимаете. За бомбой надо возвращаться с большой вероятностью. Шведы ее контролируют. И у Василина серьезные проблемы. Максимально серьезные проблемы. Дракен разошелся. Дракен разошелся. Второй минус в раунде оформляет. Вот, кстати, можно посмотреть на табуляцию и показать нам среднее количество дэмэджа, которое Дракен наносит в раунде. Ага, с этим сложнее. Ну окей. Окей, возможно позже. Возможно позже. Возможно концовки первой половине мы точно это увидим. Итак, попытка сделать минус пристройки. Мерц, вот этот промах. Ну, действительно, все должно было здесь закончиться опенфрагом. Но снайпер команды героек промахнулся. Казалось бы, в верном моменте. Как будет выглядеть атака героек в этом раунде? Стена дымов. Окей. Такое мы уже практиковали. В прошлом раунде с дымами была небольшая погрешность. И похоронила атаку героек. Коварно. Коварно. И бесшумно. Главное, героек отправляются на нижний плент. У шведов там, кстати, пока что нет никого. Это тревожный звоночек. Это тревожный звоночек. Есть один опорник, он же Люркер, который отвечает за поджимы. Моди доверили эту роль. Ну и в какой-то момент швед попытается зайти в спину своим соотечественникам и действительно устроить настоящий дебош. 35 секунд до конца этого раунда. Я до конца не понимаю, как так, что нет здесь никого. По-моему, герои к своему счастью не могут поверить. Здесь нет абсолютно никого. Фредди Би погибает от рук Моди. Вот это важный минус. Расти отвечает. Бумба установлена и выбивание 4 в 4. Давайте смотреть, как нашифровано это выбивание у коллектива Red Reserve. Позиции у героев максимально, скажем так, приятные. Мерс. Падает Расти. Ну и, собственно, все, выбивание закончилось. До конца непонятно. Никакой агрессии в сторону верхнего пункта ребята из команды героев в этом раунде не проявляли. И почему шведы сидели до конца и без задней мысли, что ли, отдавали нижнюю базу? Ошибка от Хампуса в попытке не выпустить датчан на улицу. Получил соперника в спине и без каких-либо проблем отправился отдыхать. 7-2. Пока что шведы мечтают о серии раундов за сторону контртеррористов. И это тот момент, который не позволяет стабилизировать экономику защиты. Беда. Настоящая беда. Вот, знаете, если по коэффициентам мы видели 65 на 35 или 60 на 40 в пользу героев, то вот на деле пока что на карте нюк, на карте, которую выбрали датчане, ну, все очень, все очень односторонне. Четко моди проходит на нижний плент, при этом остается практически красный, 37% здоровья. Ну, вот, что-то подобное уже делали героек, а тогда Дракен, ну, этот момент не сумел предвидеть и в итоге, ну, скажем так, отдался. Затишье. Агент моди ждет ошибочки от соперника. Да ладно! О, вот это провал. Гракс выжидал оптимального момента, чтобы сделать первое, а потом и второе убийство, но в итоге дождался своей смерти. Проблемы по-прежнему у героек в этом раунде. Фредди Би забирает Фрайберга. Но, 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 но. Опять-таки же комфортная позиция. Истек. Это минус Расти. Ну, вот смогут ли оформить это выбивание коктейль Молотова. Все четко подосилено. Там нет дыма. Силен просто выбегает и делает минус Хамбус. 8-2. Нет денег у шведов. Ну, знаете, если так дело дальше пойдет, то мы увидим, что не наесть самую легчайшую каточку. Интересный коэффициент от Джи-Джи Бетта. Победитель пистолетного раунда во второй половине. 1,96 на Red Reserve и 1,78 на героях. С учетом того, что датчане будут в защите, ну, дальше думайте сами. Дальше думайте сами. Полный экономический только и спи-тактика у шведов в этом раунде. Что будут там засады на рампах? Ой-ой-ой-ой. Мне уже нравится. Мне уже нравится. Именно сюда отправляется команда героек. Но кто-то мне подсказывает, да, не успеет занять Red Reserve комфортные позиции. Расти уже погибает и моментально героик развернулись. Наверное, что-то подобное видели в действиях своего оппонента и знают, как выглядит этот раунд. Выход на верхнюю базу там нет никого. Привет, Red Reserve. И, по сути, ну, должны забирать героек очередной раунд и очередной раунд без проблем. осилен. Проблемы со стрельбой и в этом моменте чудом остается жив. Правда, дальше грамотно с помощью гранаты отрезает возможность агрессировать со стороны шведского игрока и уходит. Нет, не уходит. Хампус не отпустил. Хампус не отпустил, но вот теперь вопрос проверит и Мерц, и Мерц. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что со стрельбой у этого парня? Фредди Би в спине, Мерц забирает и на ровном месте героик потеряли два девайса, а это хорошие новости для Ред Резерв. Плюс снайперская винтовка, которую только что забрал Адам Фрайберг, но дальше Адам показывает чудеса спрей-контроля. Три минуса в раунде и героик забирает девятый. Экономически очень сильны героик. Уравнить экономику этого коллектива в первой половине будет практически невозможно. 12 тысяч у СТЭГа практически 10 у Осилина, 6 у Мерца. короче здесь все более чем хорошо. Единственное, кто испытывает потенциальные проблемы это Моди. У него всего на всего 3000 долларов в запасе, но опять-таки же с учетом того, что есть богатые тиммейты, они Моди подстрахуют. И это хорошо. Фрайберг. Дуэль против Фредди Би, но здесь как-то без шансов. Что с с этими парнями происходит. В защите пока что абсолютно не могут собраться шведы. В очередном раунде потеряли двоих своих игроков и только Гракс отвечает. Но радовались парни недолго. Фрайберг находит Дракена. Дракен уже можно смело заявить. Почистую проваливает первую половину. Ой-ой-ой, Моди. Но нервишки не выдержали и в итоге проигрывает перестрелку Хампусу, хотя имел абсолютно все шансы закончить ее в свою пользу, не испытывая при этом никаких проблем. Но все же волнение дает о себе знать. Ну что, два в три. Бомба установлена. Хампус и Гракс постараются оформить это выбивание, но нет, не постараются. Граксу было бы неплохо сохранить снайперскую винтовку, что, скорее всего, он и попытается оформить, но при этом хочет сделать еще один минус. Допустим, для Фрайберга ошибка. Вот в чем вопрос. Плюс АВП. Это хорошо. Друг Автомлит и направление отправился сейвить, но должен успеть до вилки и выживает. 19% здоровья, 10-2. Опять-таки же, денег у Red Reserve нет. Что-то мне подсказывает, что это кармические проблемы, которые Red Reserve получили после того, как в их составе появился Дракен. Действительно, этого парня преследуют в последнее время, скажем так, далеко не самые лучшие результаты. За любой состав, в котором играет Дракен, ну что ли, не ладится у команды. Хотя в этом Дракен молодец. Два минуса на улице, тиммейт поддержал, в итоге 2 в 5, осилены Моди. Не до конца понятно, на что рассчитывали герои. Вроде бы, должна была быть информация о том, что сохранили снайперскую винтовку и проходить улицу без смоков, учитывая того, что там где-то может находиться снайпер, далеко не самое лучшее решение, за что, собственно, героик в этом раунде и поплатились. Фредди Би забирает осилен. Неужели это будет чистый раунд для команды Red Reserve? Первый уверенный и то за счет того, что герои к себя, ну, наверное, почувствовали сверхуверенными. Решили отправиться на открытые перестрелки и в этих перестрелках получили по щам. В первую очередь от Дракена. 6-1-10 этот парень возвращается и еще парочка фрагов и он выберется в лидеры своего коллектива. Кстати, если мне не изменяет память, то в первой половине мы увидели максимум один, ну, ладно, максимум два быстрых раунда в направлении верхней базы со стороны героек. так, но дальше дальше как-то вот хладнокровно, четко, выверенно пытаются действовать. Датчане вот это минус. Дракен появился как будто из ниоткуда и в линию забирает двоих игроков, отпустит ли его эстег. Ну, что-то у эстега в этом моменте стрельбой не зашло. Хорошее начало для героек, но дальше Дракен ситуацию перевернул. За счет непредсказуемых действий вынырнул из вентиляции со снайперской винтовкой и застал врасплох двоих игроков команды героек. Вот это поворот, вот это поворот, и Дракен уже должен был вырваться в лидеры. Кстати, вот там была возможность сделать тройной шашлык, а это очень вкусно, очень вкусно, но есть печальные новости. Дракен просыпается под концовку первой половиной и исправить ситуацию, кардинально исправить ситуацию на карте уже не получится. Придется отрабатывать в атаке, а вот там-то снайперу будет очень непросто. Но все может быть, все может быть, возможно у Red Reserve сильная сторона террористов на карте Нюк, но это не точно, это не точно. Итак, в этом раунде два АВП, напоследок решили громко хлопнуть дверью шведы за сторону контртеррористов Дракен Хампус, а Фредди Бюрасти и Гракс это автоматическое оружие 2 АК-47 и МК. Что готовит героик? Что готовит героик? Ну, пока что до конца непонятно, но уже получили себе проблемы. Хампус находит первый минус, забрал Василина и стаг отвечает. Хампус хаешечка и должен забрать второго. Да, добирает красного из тега. Выход на верхний плент. Выход на верхний плент и шведы в этом раунде будут рассчитывать на идеальное выбивание. Хампус третьего в раунде забирает. Вот кому надо было доверять снайперскую винтовку с самого начала. Как только этот девайс появился в руках данного персонажа, моментально начал вносить импакт в победу Red Reserve в раунде. Фрайберг и Моди парочка достаточно опытных и амбициозных игроков, но поджим от Гракса Фрайберг предвидеть не сумел. В итоге красный Моди против троих есть первый минус. Хампуса забрал. Но вот в попытке забрать бомбу может получить огромные проблемы. Итак, просочился на нижний план 7 секунд до конца. Ну, хорошие новости. Моди не успеет. Моди не успеет. 2 секунды до конца. Гракс выигрывает этот раунд с помощью лимита времени. Лимит времени на атаку героик закончился слишком долго. Слишком долго и неуверенно атаковали героик в концовке первой половины. Да и вообще, ну, скажем так, концовка за Red Reserve. Три взятых раунда подряд. Это то, что позволило забрать пять первой половине и с этим счетом можно работать. Но начинать надо с первого пистолетного раунда. решили повторить то, что сделали героик в первой половине. Проаркадий на нижний плент, но здесь их ждал теплый прием. Теплый прием в лице стега Моди и Адама Фрайберга. Расти последний против троих. Попытка перестрелять своего соотечественника, но здесь без шанса. В Моди ставят точку 11-5. Два пистолетных раунда на своей карте забирает команда героев. Это заявка на победу. Это более чем серьезная заявка на победу. Решение от Ред Резерв. Решение очень важное. Либо отдавать экономически и закупаться в третьем, либо форсировать события и все же идут ко второму варианту. Форсируют события. Тег 9, 3D Glass и Зешка по раскидке скромно, но все же гранаты имеются. Что будут делать ребята из команды Ред Резерв? Хампус быстро занимает позицию на улице за красным ящиком. Тиммейты под верхней базой. Ой-ой-ой, Хампус. А тут изикаточка. Адам Фрайберг шикарный спрей на верхнем планете похоронил выход из двери команды Ред Резерв. Дракен последний. В попытке забрать хоть кого-то, но нет, и стек этого сделать не дает. 12-5 экономический раунд для Ред Резерв и по сути это это Габелла. Это Габелла к сожалению ну вот после провальной первой половины половины в которой Ред Резерв оборонялись мы рассчитывали, что в атаке у шведов будет что показать. Но к сожалению атакующий потенциал оставляет желать лучшего, но ну что поделать? Что поделать? действительно фаворит в этом матче команда героев на своей карте объективно сильнее. Это мы можем сказать после 18 сыгранных раундов, но вот начало как раз таки 18-го не самое лучшее. Ой-ой-ой. СТ как будто со скаута стреляет тонну демеджа с его стороны и Дракен с Кампусом красный. Ну вот дальше вроде бы все спокойно. Ситуация 3-1 Фредди Би нет. Против Адама Фрайберга не попрешь. 13-5 но все же два минуса с учетом того, что это был экономический только с пистолетами без арморов. Это хороший результат для Ред Резерв. Но поводов радоваться по-прежнему мало. Первый оружейный. Первый оружейный проиграв его с большой вероятностью мы увидим настоящую изи-каточку. Раз, два, три, четыре, пять. Изи-каточка. Опять пять раундов в атаке у Ред Резерв. Совпадение. Совпадение. Не думаю. Не думаю. Ну что, вроде бы по закупочке все хорошо. У команды героики есть снайперская винтовка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И стэк. Ошибка в стрельбе. Ну, что-то в этом раунде пошло не так. Просто на морозе банда шведов отправилась в аркаду по улице и к этому героики были не готовы. Снайпер находился на рампах. Это как раз-таки Мерц, который делает единственный минус в этом раунде. Ну, вот она тактическая погрешность. Мерц. Неужели он будет пытаться тащить один в пять? Два минуса уже есть. Мерц отправляется на нижний, а вот шведы особо в этом раунде не торопятся. Вроде бы раздобыли такое колоссальное преимущество, но сейчас выглядит немного перепуганными. Ошибка отрасти. Сто процентов здоровья у Мерца. Двадцать восемь у Фредди, сто у Хампуса. Ну, Мерц, скорее всего, не выпустит вот этот кактейль Молотова. А, прям на выход все четко. Ладно, прошу прощения, Мерц с помощью смока выбирается, но вот Фредди Би перестрелять не сумел. Хорошая попытка. Максимально хорошая попытка от Мерца. Он мог сделать это. Он мог сделать это, но в последний момент ему не хватило точности. Наносит максимально серьезный удар по экономике Ред Резерв. И, знаете, если удастся героикам сейчас сломить, то это будет полный ресеп у Ред Резерв. И это будет провал. Это будет провал. Нельзя сказать, что закупка у героек в этом раунде максимально жесткая. Вот как же так? Ошибается. Мерц на этот раз под флешку четко проверяет. Тамбус проигрывает перестрелку и стагу. И, казалось бы, в безвыходной ситуации стаг находился, но все же этот минус сумел сделать. Бомбу выбивает, и это плохие новости. Снайперская винтовка для Моди. Но вот с Дракеном не справился. Слишком долго определялся Моди, где ему держать прицел. Дракен оформляет второй минус раунде. Вот начинает Дракен справляться во второй половине. А вот это было лишнее. Почувствовал уверенность Дракен в своих силах и проиграл перестрелку Ассилену. Два в два. Бомба на нижнем. Гракс ее устанавливает. Ассилен все это дело слышит. Смог для оформления выбивания героек. Дефюз китов нет. Это проблема. Это то, что будет заставлять торопиться героек в этом раунде. Это хорошие новости. Это хорошие новости для Ред Резерв. Так, перо зачекали. Правда, Фредди Би в ту же секунду подхватил Адама Фрайберга. Ассилен последний против двоих. Ну, пока что необнадеживающе выглядит ситуация для Ассилена. Попытается уйти на сейв. Но нет, Гракси его не отпускает. 13-7 и вот оно начало камбэка. Два раунда подряд взяли Ред Резерв, уронили экономику героек и попытаются навязать сопротивление на карте соперника. Так, вижу в чатике до вас только доходит попытка отмерться устроить настоящий бунт. бунтарь Мерц в трех минусах остановился, но, друзья, это это фундамент, который Мерц готовит к победе на карте Нюк. Все вот такие вот экономические раскладики, они очень сильно давят на Ред Резерв даже в этой ситуации. Посмотрите на количество денег шведов. Денег практически нет. раунды они запирают, но при этом теряют максимальное количество игроков. Вот в этом есть действительно хороший шанс экономику укрепить. Было бы очень неплохо. Аккуратничает Ред Резерв, понимая, что только пистолеты в руках героев в этом раунде на рожон не лезут, пытаются очень четко отыграть этот раунд, чтобы закончить его, ну, скажем так, чисто. Зачистить датский коллектив без каких-либо потерь. Итак, сюрприз для Дракена. Мерц спалился. Плюс информация для шведа. Ну, вот что делать дальше. Хаешечка четкая. Ну, дальше Дракен выдерживает дистанцию и, по сути, шансов убить его в этом моменте практически не остается. Да ладно, Дракен. Ну, тут команда фас пошла. Дракен, комфортная позиция, хороший спрей. Два минуса, будет третий, будет ли четвертый. Нет. Фрайберг наконец-то отвечает. Ну, тут как тут Хампус и подобрать выбитый девайс героикам не удается. 13-8, пять раундов преимущества. Очередная попытка закупиться от героик и, ну, что ли, закончить мучение Редрезерв на картиню. Отличный мант от Дракена. Что-то подобное Моди и Эстег делали в первой половине. Ныряли вентиля и после этого удавалось разыгрывать четкие раунды. Ошибка от Эстега. Хампус в перестройке его забирает. Ну, вот, есть вся необходимая информация у героев. Смогут ли остановить эту атаку на нижний плент? Асилиан добирает Хампуса на улице. Гракс, вот это ответ. Асилиан Мерц отправляется в таверну. Ну и собственно раунд Ред Резерв забирает. Фрайберг последний против четверых. Ну, друзья, что можно сказать? Мучения только начинаются. Правда, мучения уже для команды героек. В какой-то момент Ред Резерв инициативу перехватили и показывают действительно хорошую атаку. То, чего мы хотели бы увидеть, наверное, не все, те, кто поставили на героек, они, конечно же, хотели, чтобы карта нюк закончилась максимально быстрая и просто для датского коллектива. Но шведы с этим не согласны. Проснулись под концовку первой половины, забрали три последних раунда и это был тот фундамент, который действительно нужен был для этого камбэка. Очередная быстрая попытка пройти по улице, пройти Бихампус по минусу, здесь все четко. Вот, кстати, этот раунд действительно хорошо получается у Ред Резерв. Неоднократно они нам его демонстрировали и это то, с чем героики справиться не могут. Ну, стоит отметить, это по-прежнему только форсированная закупка пистолета плюс каут Адама Фрайберга, но хотелось бы увидеть хотя бы минус и того пока что не удается сделать команде героек. 30% пойдет, то мы можем проиграть свою карту. Кстати, тренируют героиков все тот же пиццмейкер. Тренер, который, ну, наверное, попробовал себя, вот если мне не изменяет память, в пяти, а то ли даже шести коллективов. Не могу сказать, что это были самые топовые коллективы, но все же среди них был, например, такой коллектив коктейлу, в котором играл Бондик. Бондик даже очень хвалил этого персонажа, но как-то подсдулся. Раньше медийно пиццмейкер был на виду, а вот как только подписал контракт с героиками, как-то растворился. То есть команда особо каких-либо результатов не показывает, ну, и тренерскую работу какую-то супер креативную мы отметить, к сожалению, не можем. Тайм-аут от пиццмейкера. Поговорили героики и постараются в этом показать что-то интересное. Расти уже в трубе, есть ли информация у героика. Вот это важный момент и что-то мне подсказывает, что они даже не до... Нет. Или... Короче, не до конца понятно, Моди вроде бы контролировал, но перестрелку все же проиграл. 3 в 3 ситуация, бомба двигается в направлении нижнего планта и опять-таки же проблемы у героев. Мы не видим уверенного раунда со стороны команды, которая является фаворитом и, собственно, на чьей карте мы игру и наблюдаем. Дракен Хампус вдвоем. Хампус проверяет позицию Адама Фрайберга, спокойно его забирает. Дракен. Важный момент. Как же четко. У него было абсолютно все необходимое понимание о том, где находятся два игрока команды героек и Дракен ситуацию разыграл просто шикарно. А вот это было лишнее. Повезло Дракену в этом моменте. Мерц по нему попадает, но не убивает. И по-прежнему два в одного. Проблема у героек и Дракен ставит точку в этом раунде. 13-11. Браво, Дракен. Ну вот вспоминая то, как Дракен начинал карту нюк, а начинал он очень плохо, там было, по-моему, 0-1-7, то есть Дракен даже, ну, практически звание агента получил, но все же в какой-то момент снайпер собрался, начал убивать и во второй половине действительно показывает, что он готов обыгрывать героек на их карте. Экономический для датчан 3 деглапа 250 ссшка без арморов, есть только одна флешка и интересно, как ее будут использовать ребята из героев. И заметьте, вот как действуют, не могу сказать, что прям супер прямолинейно, но четко по плану Red Reserve, как только они понимают, что пистолеты, форсированные закупки, они стараются двигаться по улице, как только оружейный раунд моментально под раскидочку двери оказывается игрок на нижнем планете у Red Reserve. Точно так же, как, собственно, действовали герои. Вопрос только к датчанам один. Почему, понимая, как строится атака Red Reserve, вы не можете это восстановить? Возможно, она не контрится, ответите вы. Возможно, отвечу я. 13-12. С потери одного игрока Red Reserve забирают экономический раунд соперникам. С деньгами там вообще нет проблем. Проблем нет вообще, но это не про героек. У героек все на волоске. Проигрывают раунд. Это 13-13. Это экономический и это долгожданная роль фаворита на картинюк. Но для этого надо выиграть этот раунд. максимально агрессивно, максимально быстро пытаются действовать Red Reserve. Ключевые позиции занимаются на невероятной скорости, но вот эстек к этому разу был готов. Забирает Хампуса в пристройки. Ну и пока что все. кстати, если я не ошибаюсь, то вот за последние наверное 5-6 сыгранных раундов это первый entry-фраг для героев. То есть вот по сути большинство они давненько не получали. Сумеют ли его реализовать? Это важный момент. ну могу сказать одно, что героев ждут большие проблемы. Впереди карта соперника и проигрывать свою точно не стоит. стоит напомнить Red Reserve выбрали оверпасс. Третий решающий, если мне не изменяет память, это будет Dust2. Да, да, да. Именно так и будет. Фредди Би, попытка выхода на рампы, но здесь Моди понимает, что там может находиться соперник и четко забирает Фредди Би. Да, но сюда выйти не получится. Шикарный диффенс на рампах от Мерц и Моди. 2 и 1 минусы, но в итоге Дракен против практически всей команды. Мерц забрал, но что делать дальше? Дракен пытается сохранить снайперскую винтовку, хотя особой надобности в этом нет. Денег, денег у Red Reserve более чем достаточно. А вот, кстати, героикам оружие терять не стоило. Даже несмотря на то, что парни взяли раунд, по-прежнему экономически они очень хрупкие. Проиграют в этом, с учетом того, что двоим требуются дропы, они получат ресет. Не полный, но все же ресет. Вот видим, по закупке у Freiberg Моди уже практически денег не остается. По 50 долларов у тиммейтов у двоих. Ну, ладно, уже у одного 2000, у одного 1000, 2300. Короче, ну, вы же знаете, сколько за поражение дает. 1400 долларов. 1400 долларов. С учетом того, что, ну, раунд забрали, если этот проиграют, это провал. Это провал для героиков, им просто кровь из носа, нужно забирать серию как минимум из двух раундов. Почему как минимум? Ну, здесь уже все, по-моему, и так ясно понятно. Пятнадцатый, это то, что гарантирует ничью. Пятнадцатый, это то, что гарантирует, ну, некую стабилизацию экономики. Очередная попытка прохода по улице, на этот раз не так быстро, но все же в динамике продолжают действовать Red Reserve, четко с помощью гранат проходят позиции, которые пока что удавалось скрывать. эстега должны под флешку чекать, и вот это будет самый, что ни на есть, интересный момент. Флешка пошла, эстега отвернулся, да ладно, как же так? Я до конца не понял, у эстега такое ощущение, ну, флешка, она даже не взорвалась. Ассилиан, по-моему, не догадывается о том, где находится Дракен. Да, это минус для Шведа, забирает Ассилиан на верхнем планете, Моди в ситуации два в одного, ой-ой-ой-ой-ой-ой, Моди, серьезные проблемы? Да ладно, Моди казалось бы, без проблем должен забирать еще и Хампуса, но вот здесь стрельба Шведа подвела 13-14 и вот тот самый момент, о котором я говорил. Два игрока по полторы тысячи долларов, Фрайберг 1450, Моди 1750, ну, в среднем это приблизительно полторушка, на которую ты фиг что купишь. Очень сложная ситуация для героев, невероятно сложная ситуация и самое главное это их решение. Они могут отдавать 14-й и в следующем у них будет, ну, сказать так, не оптимальная, но все же закупка. У троицы будет полноценный байт, два игрока это Фрайберг и Моди получат экономические проблемы в виде там, ну, трех с копейками тысяч долларов. Это лучше, чем закупиться сейчас, потому что закупившись сейчас, вы идете в некий вабанк, и по сути все три оставшихся раунда это будут форсированные закупки, если же, конечно, они их не возьмут. да, ведь казалось, что легчайшая карточка для героек. Со счета 13-5 Red Reserve начали свой камбэк. Это было действительно круто, а вот в этом раунде первая проблема у Red Reserve уже появляется, и стэк на улице забирает Адама Фрайберга, и стэк, Дракена выключает. Это 3-5, но по-прежнему пистолеты и и стэк с одним процентом здоровья. Да, это выглядит стрёмно, но это по-прежнему то, что можно тащить и стэк. Еще минус 70 дэмэджа для игрока команды Red Reserve, там есть красный Хампус, но вот по количеству здоровья действительно могут здесь герои зацепиться за это эко. Ошибка от Хампуса, есть информация по его расположению, стэк просто красавчик. В Соляново закрывает Red Reserve в этом раунде. Расти и Гракс вдвоем против четверых смогут ли разрулить Расти важный минус. На верхнем планете забирает Мерца. Попытка с помощью граната установить бомбу ну и раздобыть какие-то комфортные позиции. Граксу это крайне важно. еще одна проблема для героев это отсутствие дефюз китов. В этом раунде парни не могут медлить. Байтит внимание на себя дверь Расти. Асилия назабрал пистолет и скаут ну просто браво. Браво Red Reserve. Расти и Гракс невероятный красавчик. И в первую очередь это касается Расти. У него было понимание что тиммейт красный. Он вынужден был брать инициативу в свои руки и то как он все сделал это было действительно четко. Вышел на верхний план сделал первый минус ну и дальше при выбивании занял комфортную позицию и сумел удержать поставленную бомбу. 14-14 закупка от героя которая ну по сути и определит победителя в первой половине. Хотя нет не будем торопиться даже в случае победы героек в раунде они получают 15-й но с деньгами у Red Reserve все в порядке. Наоборот ну это провал. Если Red Reserve забирает раунд на последний у героек денег не будет это выход на 16-14 у Red Reserve сейчас все в руках. как же наверное обидно стегу три минуса со скаута всех наказал в голову и стег он стрелялся против двух снайперов он убил один АК-47 и все это не позволило все эти старания не позволили героикам одержать победу в раунде обидно досадно но еще не конец надо отрабатывать в этом но вот как раз таки у стега и здесь уже есть проблемы наступил на ХЕшку минус 45% здоровья с учетом ну не до конца оптимальной закупки три Мки ФАМАС и ЮМПишка и дефицита что самое главное гранат героики находятся в шаге от провала если Red Reserve сделают просто четкий медленный и очень грамотный раунд ну одержать победу героики смогут только в случае если кто-то невероятно жестко пропрется итак выход на моде четко под гранат вот вот так должны действовать ребята у которых есть экономическое преимущество когда у тебя есть гранаты ты должен максимум выжимать из ХЕшек из коктейлей Молотова из всего чего угодно итак казалось бы ошибка от Адама Фрайберга выходила на перестрелку против АК-47 но Гракса перестрелять сумел Дракен Дракен а что с наушниками Дракен да как же так ну вот вам и разворот 2 в 3 ситуация Мерц не в 2 в 3 Расти красавчик 3 минуса оформляет Мерц 1 на 1 6% у Расти соточка у Мерца ну не до конца Расти понимал где находится его соперник и вышел в итоге ему на прицел 15-14 но по-прежнему все висит на волоске 4 героика потеряли в этом раунде соответственно закупка в следующем будет ну ужасно однозначно Мерца будет спонсировать одного из своих тиммейтов денег у него хватает вот остальные должны закупаться на что есть по сути раунд был построен на индивидуальном скиле команды героев сначала Адам Фрайберг с Юмпишкой в неравном бою выиграл перестрелку против АК 47 и это заложило фундамент для победы ну а то он и ветеран чтобы мотивировать своих молодых тиммейтов кстати там на самом деле не такие молодые тот же Моди играет еще со времен 1.6 это же касается и Асильный и СТЭК и Мерц ну вот это та самая молодая кровь если ее конечно так можно назвать 15-14 у героек единственный маппоинт на своей карте но при этом все же некое преимущество у Ред Резерв есть так перестрелка против пристройки это то что заканчивается в каждом практически раундом провалом для Ред Резерв и они продолжают это делать Моди на рампах Гракса забирает 3 в 5 3 в 5 героик но если они смогут одержать победу на этой карте в основное время это будет настоящий подвиг браво парни это будет настоящий признак и показатель что у команды есть характер ошибка от Мерца вышел на встречу с Расти но Расти не прощает Расти кстати шикарно проводит вторую половину если в первой мы ну там и выделять было некого там только включение от Дракена под концовку первой было ну а так все выглядели максимально блек вот во второй Расти действительно потеет этот парень ну на себе тащит огромное количество раундов ситуация 3 в 5 превращается 3 в 3 есть раздемаж на Адам Фрайберг у которого 39% здоровья есть Моди есть Ассилиан Расти просто невероятен скрывает Ассилиана Расти оформляет квадрокилл всех строго в голову ну что Моди давай показывай на что способен сможет ли Моди оформить это выбивание или Расти сделает эйс брависсимо брависсимо Расти это ну что ни на есть показатель классного игрока Дракен ну не стал оставлять эйс тиммейту мог вот после того как раздемажил чисто вот так чтобы Расти ты боженька ты боженька который дал состояться этим овертаймом 15-15 карта Нюк уходит из-под контроля команды героек невероятный камбэк невероятный камбэк оформляет команда Ред Резерв еще раз напомню все это произошло со счета 13-5 13-5 колоссальное преимущество героек с учетом того что 13-5 и мы за сторону контртеррористов а все началось с раунда когда мерца с АВП отправили на рампы а что сделали Ред Резерв они без гранат без какой-либо раскидки просто побежали по улице если бы там стоял мерц это была бы изи катка но вот одна такая маленькая ошибка и во что это превращается это превращается в овертаймы Дракен уже на нижнем планте САВП просочился в винты но что-то невероятное придумали героек на улице двойная засада мерц и стэк на улице как же так кампус казалось бы прокрался в бок парочки опорников команда героек но даже минусы сделать не сумел ну вот и Дракен в ситуации один против четверых со снайперской винтовкой так и не сумел найти минус но что-то мне подсказывает что не до конца героек понимают возможность того что Дракен просочился в вентиляцию оказался на нижнем планте но вот сейчас находится в поисках хотя бы кого-то кстати глядя на количество денег старт мани 16 тысяч и ну это хорошая новость для ред резерв точно так же как и для Дракена Дракен показывает на контровском спауне кто-то есть я знаю да-да-да-да Дракен твой волхак сломался твоя приватка не работает Дракен ну все есть вся необходимая информация по последнему игроку ред резерв моментально прилетает то на гранат удачи Дракен ну что может сделать здесь Шве отправиться на сейв единственный вариант хотя экономически ну тут можно было идти до конца но и здесь смысла нет раунд ты все равно не возьмешь экономически навредить героик тоже сложно кстати вот не будем хотя чего героик списывать со счетов они на овертаймах они забрали первый раунд все хорошо но все же команда являлась фаворитом в этом матче по мнению букмекеров и на своей карте пока что у героев максимальные проблемы ну вот вспоминая пример гамбит про 100 где простошники без шансов проиграли свою карту 16-2 отлетели на мираже точно так же без шансов выиграли карту гамбит а именно оверпасс ну и дальше на третий решающий на инферно одержали победу это была напряженная карта единственная напряженная карта в серии было 3 гамбит против про 100 но они это сделали и эта команда была аутсайдером что-то подобное пытаются оформить тренд резерв но здесь не все так как хотелось бы очередная быстрая атака по улице у эстега проблемы привет четко под флешки работает фредди б как же шикарно это выглядело эстег не успел выйти из блайнда и тут как тут появился фредди б моди в шаге от провала как же знаете что-то мне подсказывало что моди догадывается о местоположении товарища хампуса точнее про деби но опять-таки же перестрелку это моди проиграл 16-16 без шансов просто без шансов аркада по улице это то что у ред резерв получается максимально хорошо в атаке в основное время во второй половине парни показали действительно огромное количество раундов где по улице вскрывали оборону команды героев точно так же уверенно действовали во втором раунде этих овертаймов и ну подчистую снесли героек с карты нюк в этом раунде не так быстро но по-прежнему по улице продолжают атаковать ред резервы хампус уже за красным ящиком под раскидочку попытаются просочиться на нижний план кстати 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 покажите нам номер 0 это мерц это основной снайпер команды героек ладно вот без мерца что там делает мерц посмотрите на позицию эстега и где находится мерц в чем логика Как вообще работает эта связка? Мерц остается на контрольском спауне Контролирует проход под девятку И стэк в открытую стоит под пристройкой И хоронит двоих игроков Спасибо, Мерц Ты максимально полезный снайпер Ты только что жестко ассистировал своему тиммейту Хотя он смотрел на улицу Он смотрел на улицу Что-то непонятное происходит у героек в этом раунде Рампы отдавали Кстати, первый минус в этом раунде делает Расти А мы знаем, что Расти, если набирает обороты То остановить этого парня сложно Расти Это второй минус Ассилиан погибает Будет ли третий? Есть информация по истэгу Постарается с помощью коктейля Молотова выкурить истэга Истэг просочился Истэг просочился Ну, четко, четко под свой же смачок делает истэг третий Нет, четвертый минус в раунде Квадрокил от истэга Браво! Это было действительно на характере В тот момент, когда снайпер прячется на контрольском спауне Истэг в соло принимает проход по улице 34 фрага, 7 ассистов, 19 смертей Максимально продуктивно проводит карту нюк товарищ истэг Про мерца мы такого сказать не можем 14-25 У этого парня что-то пошло не так 17-16 2-1 первая половина за командой героев В защите взяли 2 Это хороший показатель с учетом того, что половинки были больше с доминацией стороны террористов И здесь как раз таки удалось все это геройкам перевернуть 2-1 минимальное преимущество Ну, вот теперь должны показать ту самую хорошую и убедительную атаку Но уверен, здесь будет сложнее Дракен проснулся Дракен Скажем так, обороты набрал На второй передаче У этого парня что-то может получиться Это было близко Это было близко Затишье в этом раунде Очень медленно, но уверенно двигаются ребята из Red Reserve Нет, это не Red Reserve Это команда героев В четвером Вот это был сюрприз для Фрэзи Би Забирает эстэга Будет для второй минус Четко выключает Фрайберга Ну, вот вам и вторая половина Где уже мы видим абсолютно Вторая половина овертаймов Где мы видим абсолютно другую команду Red Reserve За сторону контртеррористов Проблемы были у Гракса Получил выстрел со снайперской винтовки Но все же сумел забрать соперника Моди Чуть не продал Осиленно 2,10% здоровья Ну, здесь изи катка для Дракена Достал P250 Лениво застрелил двоих оппонентов И сравнял счет на карте Нюк 17-17 17-17 И Red Reserve Оформляет очередную заявку На победу на карте соперника Кстати, что вы думаете по поводу системы стартмани На овертаймах Когда экономических проблем не возникает Дракен хороший первый минус Фредди Би Ну, вот Аук и Фредди Би Это просто какая-то сказка Очередные два минуса в пристройке Два в четыре ситуации Мерц и Моди Уже только Мерц С учетом того, как Мерц отыгрывает на протяжении всей карты Нюк, то плохие новости для героев Расти ставит точку 18-17 У Red Reserve появляется первым оппоем Тактическая пауза от Писмейкера Тренер команды героек понимает, что Все, все пропало Шеф, все пропало 13-5 В одну сторону героек выносили Red Reserve Вперед ногами, что самое главное Ну, как же сумели развернуть все это дело Red Reserve Браво, просто браво Расти Дракен Ну, Дракен не буду говорить Он, конечно, хорош Он хорош На этой карте Дракен Проявил себя как настоящий лидер С учетом максимально провального начала Сумел собраться и показать Что есть в нем что-то Ну, что разглядели Топовые коллективы Которые избавились от Дракена Ну, вот не всегда у него удается это раскрыть Ну, вот на фоне команды героек Он действительно выглядит хорошо Итак, Red Reserve Один Map Point отыграли Смогут ли отыграть этот же Map Point Ребята из героек? Прострел пристройки Проблема для Фредди Ви Минус 49% здоровья Ну, что же делать дальше? Что же делать дальше? Все, что не пытаются делать героики Пока что получается Очень неоднозначно Очень неоднозначно А вот и Дракен Со второй попытки забирает эстега Выдев в бомбу Дракен Это минус Мерц Как же не везет Мерцу в этом моменте Тиммейту не хватило Буквально доли секунды, чтобы опередить выстрел Дракена Похороны героиков на карте Нюк Моди Последний против четверых Атака на рампы провалилась подчистую Это ГГ, друзья С учетом того, что мы видели То, как собрались Red Reserve Я не верю, что Моди сможет спасти эту ситуацию 19-17 Сверхволевая победа от команды Red Reserve На карте соперника Просто браво Просто браво Далеко не уходите У нас небольшая пауза Команды возьмут Я думаю, перерыв На 5-10 минут Точно надо Вздохнуть свежим воздухом Команде Red Reserve Это был Шедевральный комбэк Геройкам надо просто остыть И подумать, что же пошло не так Что же пошло не так Мне кажется, Мерц Мне кажется, Мерц Пошел куда-то Не в том направлении Этому парню надо реабилитироваться И для этого у него будет карта Overpass После музыкальной паузы Мы вернемся и продолжим наблюдать за этой серией BO3 Субтитры создавал DimaTorzok Знаете ли вы, как на самом деле происходит обмен на сайте Кайсмани? Настоящее приключение начинается! Субтитры создавал DimaTorzok Круто! Вот как на самом деле происходит обмен на Кайсмане С мультикейсами от HellCase Ты больше не ограничен рендомностью при открытии кейса Теперь ты можешь выбрать любую из ячеек со скинами И определить, что ты выиграешь самостоятельно Субтитры создавал DimaTorzok